Защищать свои права в суде намерена повар-танкера-механик Чеботарёв Наталья Ключникова. Она требует 600 тысяч рублей на лечение психического расстройства. Компания-судовладелец отказывается выплачивать деньги, хотя женщина заболела на работе, когда месяц провела вместе с экипажем в ливийском плену. По словам Ключниковой, от переживаний в Ливии у неё психосоматическое расстройство личности. Сейчас она лечится в одной из больниц Ростовской области. Только на праздник её отпустили домой, но одна женщина оставаться не может. Она плохо ориентируется в пространстве, испытывает постоянные головные боли и нуждается в постоянном приёме дорогостоящих препаратов. За ней приглядывают мамы и дети. Моё самочувствие очень плохо. Как бы после всех праздников меня опять ложат в больницу, опять на лечение. Как бы срывы очень бывают. То, что и ору и на детей, и как бы на мужа, и на мать. Потому что от моей компании никаких помощи никакой вообще нет. Они там сидят, смеются, улыбаются. У меня нет даже на таблеток денег. Из-за расходов на лекарства денег у семьи уже не осталось. Не помог и взятый кредит на 200 тысяч рублей. И сама Ключникова и её семья неоднократно звонили работодателям. В компании сначала обещали всё оплатить. Однако затем начали тянуть время. Женщина опасается, что её просто могут уволить. Ключникова обратилась в прокуратуру и планирует подать иск в суд. У неё есть документы, которые подтверждают, что заболевание она получила в результате захвата судна в Ливии. То есть на рабочем месте. Российский танкер-механик Чеботарёв и 12 его членов экипажа 16 сентября в Ливии захватили исламисты. Это был военный корабль под ливийским флагом. Задержание произошло в нейтральных водах недалеко от порта Зуара. Вооружённые люди представились правительством страны, хотя к нему они никакого отношения не имели. Россиян обвинили в том, что они якобы перевозили контрабандную нефть. Но танкер шёл без груза. Освободили его только через месяц. Что касается 37-летней Натальи Ключниковой, захватчики даже грозились её изнасиловать. Худшего не случилось, но незадолго до освобождения у женщины случился сердечный приступ, а позднее сдали нервы.